Фотография, сделанная за несколько секунд до смерти. Этот снимок из материалов уголовного дела о гибели на туристической базе в Нижегородской области 37-летней женщины. Она не делала ничего экстремального, просто селфи, облокотившись на перила пирса. Но ограждение не выдержала, обвалилась прямо под ней. Того, кто ответит за гибель человека, среди сотрудников базы уже ищут следователи. Но, как заметил наш корреспондент Михаил Емелин, к трагедии могла привести целая цепочка. Абсолютно нелепых и случайных совпадений. Этот автопортрет с отдыха она так и не успела показать своим подписчикам. Ее новогоднее селфи родные и друзья увидели позже. Оно разлетелось по соцсетям вместе с полицейской сводкой. Девушка погибла, когда пыталась сделать то самое фото. Этот последний фотоаппарат у ней получился оскорбительный. Она упала вниз головой и летела, разбился об лед. Все случилось здесь. Турбаза недалеко от города Вейкса. Смотровая площадка на берегу реки. Новогодние иллюминации, живописная природа. Отличное место для праздничных фотографий. Подыскивая лучшую позу, Оксана облокотилась на ограждение пирса. Но она не выдержала, треснула и сломалась. Девушка упала на лед с высоты трех метров. Ударилась головой. Очевидцы сразу же бросились на помощь. Но уже было поздно. Вода сейчас ушла. Стала высота метра три. Вода ушла. Крылова густой, без воды. Поэтому там получилось, что лететь там высоко. Все, кто знал Оксану, уверены, она хоть и любила эффектные кадры, но никогда бы не стала рисковать ради лайков. Вот она рядом с новогодней елкой. А это фото с отпуска. Не намека на экстрим. Да и, казалось бы, какая опасность на пирсе, которую строили не кустарным способом, а специально для гостей турбазы. Я не знаю, что там случилось. Может, отломили, может, отломали, может, там чего-то. Там есть сколько людей тут дыхает. Всяко бывает. И теперь это не место для фото и туристов. Напуганные владельцы базы закрыли пирс, а следователи возбудили уголовное дело. Проверяют, нет ли в трагедии вины сотрудников дома отдыха, которые установили такое ненадежное ограждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования уголовного дела действием лиц, допустивших смерть потерпевшей, будет дана юридическая оценка. На этой турбазе всегда десятки гостей. Видимо, переживая за репутацию бизнеса, руководство пока избегает комментариев. Вот, нашу съемочную группу не пускают даже на порог. Охранники за камерой намекают, мол, здесь не рады журналистам. Все боятся тут, наверное. Знаете, как сейчас их ищут крайних ответственных. Сыщики, конечно, разберутся. Следственный комитет детально изучает место ЧП, допрашивает очевидцев и владельцев туристического комплекса. И, возможно, первые результаты разбирательства будут известны уже скоро. В этой трагедии есть еще одна деталь. В комплексе Оксана отмечала не только новогодние праздники, но и свой день рождения. За несколько дней до рокового селфи ей исполнилось 37. Михаил Емельин, Татьяна Новикова. Экстренный вызов. Продолжение следует...